Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Больше 1300 юных сочинцев трудоустроены этим летом. Чему они научились, проверил сегодня глава курорта. Сколько человек, кто везет и есть ли разрешение. В Сочи проверили водители на экстремальных экскурсионных маршрутах. За полгода в городском собрании Сочи выполнили почти 70% наказов избирателей. На это направлено более 100 миллионов рублей. Гиппопотамус покорил Сочи. На арене курорта прошла премьера одноименного циркового шоу. Утвердили кандидатов и программу на выборы. Единороссы Кубани собрались в Краснодаре. В краевой столице прошла 28-я конференция партии. Участие в ней принял губернатор Вениамин Кондратьев. До начала заседания глава региона вместе с председателем ЗСК Владимиром Бикетовым и секретарем регионального отделения единороссов Николаем Гриценко осмотрели выставку партийных проектов. Все они реализуются в Краснодарском крае в различных сферах. АПК, медицина, образование, доступная среда, экономика. Последний проект помог городам и районам края выявить неиспользуемые резервы своих территорий и точки роста. Мы сегодня должны иметь возможность, финансовую возможность сделать жизнь лучше. А это, я еще раз подчеркиваю, любой институтный проект, любое строительство завода, фабрики, это есть жизнь. Настоящая жизнь, которая подкреплена в первую очередь финансовыми возможностями. Без этого мы все будем полпунами. Поэтому мы сегодня должны максимально делать все возможное, чтобы заводы, фабрики, предприятия создавались, строились. Это экономическая мощь Кубани. Будет экономическая мощь Кубани, значит будет рост благосостояния ее жителей. Это наша с вами основная задача. Остановились участники конференции возле стенда «Городская среда». Сегодня это один из приоритетных проектов, в рамках которого идет благоустройство дворов, парков, скверов, улиц и площадей по всему краю, чтобы жителям было комфортно жить и работать. Единая Россия – это партия власти, сама власть. Мы должны сверять с желанием жителей, для которых мы все это делаем. Все наши идеи, они сразу должны соизмеряться с мнением горожан, если мы говорим о Краснодаре, с желанием жителей на самом деле воплотить эти идеи или не воплотить, насколько они им комфортны, насколько они им приемны для того, чтобы они понимали, что жизнь их станет более комфортной. А если мы начнем сверху вниз, им навязывать то, что мы считаем будет правильным, а они это не будут принимать, не будет результата. Уже на конференции, обращаясь к делегатам, губернатор отметил, что проекты и предвыборная программа партии направлены на улучшение качества жизни кубанцев в городах и станицах. В регионе строятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные площадки. И будущее благополучия края напрямую зависит от результатов избирательной кампании. Нам нужен сегодня рабочий парламент, нам нужны депутаты практики, способные видеть проблемы и не только понимать и видеть, но и решить. Сделать такое законодательство, такую норму, которую можно реально применять в жизни. Каждый, кто пойдет на выборы, должен давать себе отчет, что он будет пять лет жить проблемами людей и работать для людей, как для себя. Коллеги, вы будете бороться. Кандидаты от «Единой России» будут бороться, так же, как и все, за мандаты в заказательном собрании нашего края. Доказывать, что вы способны, и люди должны вам поверить. И вот результаты этой победы и смогут нам прогарантировать стабильную и успешную Кубань в ближайшие пять лет. На конференции кубанские единороссы определились с кандидатами по одномандатным округам и партийным спискам. Именно они будут бороться за кресло в региональном парламенте на выборах в сентябре. Все они участвовали в дебатах, во встречах с избирателями. Все они победили 28 мая на предварительном голосовании. Президиум Генерального совета партии поддержал предложение нашего политического совета и согласовал кандидатуры кандидатов от нашей партии, которые пойдут на предстоящие выборы. Предвыборная кампания в крае уже началась. Новый состав регионального парламента станет известен 10 сентября. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Перешли по наследству. Автобусы, закупленные для Кубка конфедерации по футболу в Сочи, выйдут на маршруты в Краснодаре. 13 машин большой вместимости, в том числе, поставят на рейсы и в музыкальном микрорайоне. Об этом стало известно на приеме граждану губернатора с просьбой увеличить количество общественного транспорта. К Вениамину Кондратьеву обратился местный житель Евгений Ляшенко. По словам мужчины, людям из-за нехватки автобусов приходится вызывать такси, иначе уехать из музыкального микрорайона практически невозможно. Городской администрации тут же приступили к решению проблемы. Глава региона также потребовал от мэра разобраться с монополией на рейсах так называемых маршруток. Если бы проблема была только с автобусами, ну и с маршрутными такси, там тоже проблема. Я просто, коллеги, наверное, не надо нам лоббировать определенных перевозчиков и давать преференцию только вот он стал на маршрут, и вот только он, и только его маршрутные такси. Жалуются на то, что сегодня каждый хочет получить маршрут, каждый хочет заниматься перевозкой. Вопрос только не то, что не каждому это можно доверить. Ну и в том числе и не нужно лоббировать того, который почему-то вот стоит на этом маршруте и никого на него больше не пускает, а страдают люди. Проблем-то с маршрутками не должно быть. На прием к губернатору сегодня приехали не только жители Краснодара. Кристина Чернышенко попросила отремонтировать дорогу в станице Троицкое Крымского района, а семья Бабич ускорит ремонт бассейна в одной из станиц Брюховецкого района. А в Сочи Владимир Путин проведет прямую линию для школьников. Президент России ответит на вопросы учеников в программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 21 июля на НТВ и на сайте ntv.ru, сообщает администрация города. Глава государства посетит образовательный центр «Сириус», где напрямую пообщается со школьниками из 66 регионов России. Ученики также могут задать свои вопросы через официальный аккаунт в соцсети ВКонтакте. Самые интересные вопросы, присланные юными зрителями, попадут в программу, сообщается на сайте телеканала. Образовательный центр «Сириус» открыт по инициативе президента, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям наука, спорт и искусство. С начала работы образовательного центра «Сириус» обучение прошли почти 14 тысяч одаренных школьников из 85 регионов России. Если у подростков есть желание заработать в период летних каникул, такая возможность должна быть предоставлена. Работа в этом направлении ведется городскими властями уже не первый год. Результат – больше 1300 юных сочинцев трудоустроены. Чем заняты подростки на рабочих местах и как оценивают их труд постоянные сотрудники, сегодня проверил глава города, побывав в парке Дендрарий. Кирилл, смотри, придерживаешь корешок пальчиком и вот так аккуратненько выдергиваешь корнем обязательно травку. Вот так вот и ставишь. Обязательно придерживай, чтобы корень не вышел. Нехитрая работа – удалять сорняки, но навыки требуются. Обучить новых сотрудников и получить надежных помощников. В Дендрарии придерживаются такого принципа. Сегодня четверо юных сочинцев трудятся в парке. Работают в оранжерее, ухаживают за прудами, убирают территорию. Одновременно перенимают опыт у сотрудников парка. Как проходит трудовой день подростков, сегодня интересовался у ребят и глава города. Давно уже начали работать? С июня. С июня нужно? То есть уже получается месяц от работы? Да. Сколько заработал? 15 тысяч. 15 тысяч рублей – ну, в принципе, неплохо. В основном сочинские школьники в возрасте от 14 до 18 лет задействованы в сфере обслуживания и торговли, работают курьерами. Распространенная специальность – рабочий паркового хозяйства. Попробовал себя в этой роли сегодня и глава курорта. Вместе с ребятами Анатолий Пахомов посадил пальму. Эти детки, они заняты трудом, а не находятся на улице. И задачу, которую мы ставили перед собой – это партия «Единая Россия», администрация города – это создать условия, чтобы детки наши разного возраста в летние школьные каникулы могли отдыхать и быть заняты во дворах. Удалось сделать и то, чтобы наши детки работали. Но работу в этом направлении мы будем продолжать. Летняя трудовая практика для подростков – это ряд плюсов. Помогает осваивать новые профессии, воспитывает самостоятельность, ну и самое главное – дает возможность заработать. Никита приступил к своим обязанностям только в июле. Первый летний месяц был посвящен сдаче экзаменов. В процесс вкинулся быстро. Все здесь уже знакомо. Я в прошлом году здесь же работал. Сюда пришел второй год. Меня ждали уже. Зарекомендовал в прошлом году себя. В прошлом году я смог июль-август накопить на поездку в Питер. Купил телефон, помог родителям. Дети у нас работают, проходят практику, получают зарплату. Для большей части, скорее всего, это заработать официальные деньги и трудовой стаж, скажем так. Для некоторых это просто интересно поработать, изучить какие-то новые виды растений, поработать в оранжереи. После этого многие ребята делают выбор, уходят уже по специальности куда-то дальше. В городе больше 16 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Каждый год трудоустраивается более полутора тысяч подростков. Зарплата начисляется из двух источников – от работодателя и центра занятости. К слову, на реализацию данной программы в этом году из городского бюджета направлено 2 миллиона рублей. Рината Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Тема трудоустройства подростков стала главной и на совещании в мэрии. Глава Сочи отметил – вакансии для местных ребят город найдет всегда. Этим летом рабочие места для школьников предоставили почти все сочинские работодатели. Для предприятия это, конечно, нагрузка, ведь подростка нужно обучить и взять шефство над ним. Но по просьбе главы курорта компании готовы принять по несколько человек сразу. Более того, отметил Анатолий Пахомов, из летних практикантов вполне можно вырастить себе отличных работников в будущем. Тем более, что получить достойное средне-специальное образование в Сочи можно свободно. Подростки подработать на каникулах готовы, в этом убеждают ярмарки вакансий в начале лета. Мы каждый год трудоустраиваем около полутора тысяч, вот сейчас тысячу триста. Но надеемся, что это только середина лета. Надеемся, что наша активная позиция, продвижение наше, сегодняшнее совещание и информация в средствах массовой информации даст возможность, что больше ребят захотят трудоустроиться. И мы должны быть к этому готовы. Если вакансий будет недостаточно, отметил глава города, старшеклассникам все равно предложат работу. Курорт нуждается в работниках зеленого хозяйства, а чистоты требуют парки, скверы, площади. За этот труд муниципалитет также готов заплатить. В целом на программу летней занятости в Сочи в этом году выделено 2 миллиона рублей. И к другим новостям. Трагический погиб бывший заместитель начальника сочинского УВД. Накануне 68-летний ветеран МВД Анатолий Орловский спрыгнул с общего балкона на 10 этаже и упал на козырек подъезда многоквартирного дома номер 4 на улице 60 лет в ЛКСМ. Причины ЧП пока неизвестны. 14 июля в Лазаревском районе опрокинулся внедорожник с туристами. В результате пострадали двое подростков 15 и 16 лет. ДТП произошло вблизи аула Тхагапш. По предварительным данным, 30-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением. На подъеме в гору машина начала скатываться назад, а потом и вовсе опрокинулась. В связи с этим в Сочи прошла операция джиппинг. Основная цель профилактического мероприятия – выявление нарушений при перевозке экскурсионных групп на горных туристических маршрутах. С начала курортного сезона к административной ответственности сотрудниками госавтоинспекции привлечено более 300 водителей-внедорожников. Основные нарушения – перевозка пассажиров с превышением допустимых посадочных мест, технические неисправности, отсутствие путевой документации. Также совместно со специалистами Росприроднадзора проведено три совместных рейда. Восемь водителей транспортных средств, передвигавшихся по руслам рек, привлечены к административной ответственности. Им выписаны штрафы в размере от трех до четырех с половиной тысяч рублей. Сочинское УВД настоятельно рекомендует всем организациям и частным предпринимателям, обслуживающим экстремальные туристические маршруты, срочно привезти автомобиль в соответствие с требованиями законодательства. «Хотелось бы обратить внимание горожан и гостей города-курорта Сочи о том, чтобы при перевозке, если вы уже собрались ехать на экскурсию, обратить внимание, на каком транспортном средстве передвигаться к месту назначения, кто вас повезет, какие документы у водителя в наличии». «База Лайра» запустила онлайн-сервис для маломобильных пассажиров. Афон действует на официальном сайте компании. Теперь перед полетом пассажир может подать заявку для обслуживания по прохождению предполетных формальностей. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество пассажира, дату вылета и номер рейса, контакт на телефон, тип ограничения по здоровью. Также отмечается наличие сопровождающего и примерное время прибытия в аэропорт. Кроме того, пассажир может указать место, где его встретить, если это необходимо. В аэропортах группы «Базы Лайра» предусмотрены условия для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Во вторник, 18 июля, воды не будет в Кудепсте. Причина плановой – ремонтные работы на водоводе по улице Обширонская в районе дома номер 11. Таким образом, с 10 утра и до 8 вечера без водоснабжения останутся абоненты на улицах Обширонская, Камо, Дарвина, Искры. В работах будет задействована 6 человек и одна единица спецтехники. За полгода из 550 наказов избирателей выполнено 376. Сегодня об этом журналистам рассказал председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. 376 наказов избирателей выполнено на сумму более 100 миллионов рублей. И это только за последние полгода. В первую очередь они касались и монтодорог. Вот, например, в Дагомысе после наводнения 2015 года дорожное полотно и ливневая канализация на Батумском шоссе рядом с домами номер 27, 29 и 31 нуждались в серьезном ремонте. Были выделены средства и теперь проводится асфальтирование. Следующее направление по департаменту городского хозяйства – это ремонт или восстановление уличного освещения. Тоже очень важная проблема, поэтому мы сейчас смотрим и корректируем эту программу. Либо в местах массового прохождения наших граждан, жителей нашего города, либо это выходы к автобусным остановкам, либо к детским школьным площадкам должно быть. Там отремонтировано освещение. Многие наказы избирателей будут выполнены к 1 сентября. Это ремонт детских спортивных площадок и самих дошкольных учреждений и школ приобретения кондиционеров. К началу лета все депутаты, курирующие дворовые площадки, закупили инвентарь и привели игровые территории в надлежащее состояние. Большинство народных избранников выполнили эту работу за счет собственных депутатских средств. Это и помощь юным спортсменам, которые благодаря этому выезжают на краевые федеральные соревнования. Контроль за исполнением наказов избирателей ведет комитет городского собрания Сочи по бюджету и финансам. В 2017 году 550 наказов избирателей будут выполнены на сумму 150 миллионов рублей. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи стартовал уникальный международный образовательный проект. Сочинский институт «Рудейн» совместно с университетом «Палермо» запустили летнюю экологическую школу. Российские и итальянские студенты больше недели будут обсуждать устойчивое развитие приморских регионов. Партнер сочинского вуза – один из старейших учебных заведений Италии. Сотрудничают университеты и реализуют ряд проектов без малого 10 лет. Академические обмены, программа двойного диплома – это уже отработанные формы сотрудничества. Теперь российские и итальянские студенты, будущие экологи, будут вести дискуссии на примере города Сочи. У нас схожая природа, особенно у Сочи-Сицилии. К тому же у нас есть общие экологические проблемы, которые мы намерены решать общими усилиями. Обычно такая летняя школа проходит в «Палермо». На этот раз руководством Университета дружбы народов было решено реализовать международную экологическую школу именно на базе Сочинского института, который, как известно, играет важную роль в жизни курорта, участвуя в том числе в реализации экологических проектов. Мы стараемся активно вовлекать Сочинский институт РДН в международное сотрудничество, в том числе с теми партнерами, которые являются старыми традиционными партнерами РДН. В Сочи очень хорошая база. И плюс это еще одна возможность для студентов ознакомиться и получить новые знания. Международная летняя экологическая школа – это знаковый проект не только для Сочи, но и для всего юга страны, отмечает профессор, директор Сочинского института РДН Надежда Козлова. У школы масса партнеров, в том числе городское собрание Сочи. Сопровождать научную работу ее участников планирует и общественная палата курорта. Лекционные и практические занятия будут проходить на самых авторитетных научных площадках города. Конференция будет проходить на двух площадках. Это теоретический курс обучения на прибрежном кластере. И второй этап – это конференция практического звучания. Это в горном кластере. Это основные объекты 22-х Олимпийских игр, и которые сейчас имеют совершенно удивительное воздействие на развитие города Сочи. Кавказский биосферный заповедник, НИИ цветоводства и субтропических культур, Орнитологический парк, Институт медицинской приматологии – это лишь малая часть объектов, которые посетят участники летней экологической школы. Такой образовательный проект «Рудейн» с итальянскими коллегами – один из первых в планах развития международного образовательного сотрудничества и другие интересные проекты. Первая квартирная выставка в Сочи. Она открылась в мастерской сочинского отделения Союза художников России на улице Воровского, 36. И посетить ее может любой гость курорта или сочинец. Тем более, что тема выставки как раз подходящая. Мастерская находится на шестом этаже жилого дома на улице Воровского. Здесь художники ранее писали полотна, теперь решили пригласить в гости всех желающих, чтобы была возможность обсудить новые авторские работы. Эту выставку можно считать и современной, и актуальной. По тому принципу, что для города-курорта в разгар летнего сезона актуальна тема отдыхающих, приезжих, местных жителей, как люди между собой коммуницируют, как вообще они живут. Для Москвы и Питера квартирные выставки – не новость. В Сочи же такой формат общения со зрителями ранее не практиковался. Наталья Самкова сама отобрала для выставки работы, и это не только графика, живопись, но и фотография. Участниками стали художники Ольга Егорова, Елена Ковальская, Юлия Ланг, Лилит Мативосян и Олег Корчагин. Я, с одной стороны, иду в русле, так сказать, классической традиции. То есть я занимаюсь живописью. И по-своему интерпретирую эти вещи. Меня часто интересует обнаженная натура, чего, безусловно, очень часто можно заметить на наших пляжах. Эту самую натуру. Но в то же время меня, конечно же, волнуют какие-то актуальные вещи. Актуальное искусство Олега Корчагина в большей степени отображено в графике. А вообще все представленные художники очень разноплановые, и по их работам уже можно судить, что их волнует сейчас, и есть ли в Сочи современное искусство. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Гиппопотамус покорил Сочи и сочинцев. Накануне в городском цирке прошла премьера одноименного циркового шоу. Сюрпризов от продюсера и именитого артиста Геерадзе было немало, в том числе и зима в разгар июльской жары. Совершить кругосветное путешествие, не выходя из зала, такое возможно. Новое шоу Гиппопотамус вобрало в себя лучшие традиции цирка Геерадзе. Яркие костюмы, гибкие танцовщицы, море световых эффектов и масса экзотических животных, которые, к тому же, благодаря профессиональной дрессуре, выполняют разнообразные трюки. Сочинцы, к слову, первыми увидели новое шоу. И неспроста. В Сочи всегда был теплый зритель. Я еще помню по себе, потому что я сам артист был и до сих пор являюсь действующим артистом. Я очень хорошо помню сочинский зритель, тем более Сочи мне очень близок. Этот город, я здесь ежегодно практически на гастролях с разными моими спектаклями. И вот это шоу Гиппопотамус для меня впервые здесь. Премьера его состоялась уже сейчас, можно сказать, хотя еще даже не до конца закончилась, потому что еще прошло только первое деление. И надеюсь, что всем все понравится. Посмотрим. В разгар июльской жары на арене циркова царилась зима. Татьяна Сидоренко и Николай Исаев рассказали свою зимнюю сказку. Бурые лисы и олени перенесли зрителей в сказку о снежной королеве. Но ненадолго. И вот уже на арене роскошный восточный караван, во главе которого, как и полагается, шейх. А вот гвозди программы восьмилетней Аида Яна и Злата приехали из Израиля. У Злата недавно появилась еще одна кличка – сундук. Дело в том, что этот бегемот оказался самцом. Но народному артисту Тофику Ахундову удалось подружиться с южным гостем. Теперь троица уверенно показывает на практике, что такое верное плечо товарища. Зрители работу циркового коллектива оценили. Провожали артистов аплодисментами, громко обсуждали номера в антракте. Разочарованных нет, есть только восторги. Цирк очень насыщенный. В других цирках с такой программой редко бывает. Нам собаки больше всего понравились. Мы с животными как-то, но нам поинтереснее. Но костюмы очень красивые. Мы не ожидали. Мы в Москве сами живем, мы много чего видели, но нам очень понравилось. Мне понравились блюда. Гастроли циркового шоу «Гиппопотамус» в сочинском цирке продлятся до 27 августа. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые одержали победу на Умбелдонском турнире в парном разряде. В финале, который длится 54 минуты, спортсменки обыграли румынку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счетом 6-0-6-0. Ранее Макарова и Веснина уже играли в финале Умбелдона в парном разряде в 2015 году, но проиграли Мартини Хингис и Саня Мирзе. В соревнованиях серии «Большого шлема» победа на этом турнире стала для этой пары третьей. Ранее россиянки выигрывали Ролан Гарос и открытый чемпионат США. Они не первенствовали только на Австралия Ноупен. Веснина и Макарова в 2016 году также выиграли золото теннисного турнира на Олимпиаде в Бразилии. И в завершение информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Вале Денталь». Практическая имплантация и протезирование за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.